Бессонные ночи подготовки к экзаменам и вступительные испытания позади. Сегодня эти ребята могут выдохнуть и насладиться успехом, за которым стоит многолетний ученический труд. Четыре серебряных и три золотых медали по праву достались победителям и призерам всероссийских конкурсов. Среди них Олимпиады «Высшая проба» и «Ломоносов», а также конкурсное испытание, которое проходило на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Ребята продолжают доказывать, что они лучшие в регионе, что они талантливо и способны не только у нас на нашей площадке, но и поступая в университеты страны. А большинство этих Олимпиад, в которые ребята участвуют, из-за которых они получают региональную медаль, они дают плюс при поступлении. И там, в вузах, они продолжают доказывать, что они не зря получили медаль. Победитель заключительного этапа Всероссийской Олимпиады по истории Дмитрий Мишкин – золотой медалист. Все испытания единого государственного экзамена сдал на отлично. Статус победителя Всероссийской Олимпиады дал привилегии при поступлении, поэтому парень выбрал факультет мировой политики при МГУ. По словам Димы, его выбор обусловлен возможностью изучения нескольких иностранных языков. Золотые и серебряные медали за успехи в обучении утверждены постановлением правительства области в 2018 году и являются отличительной наградой лишь в нашем регионе. 9 граммов чистейшего драгоценного металла – лишь малая часть поощрения талантливых учеников, которые прославляют регион на всю страну. Надо помнить о том, что свой успех надо развивать. Останавливаться на достигнутом нельзя. У вас есть прекрасная база, на основании которой можно достичь больших успехов. Успехов в той профессиональной деятельности, которую вы для себя выбрали. Я понимаю, что все уже определились, куда вы дальше пойдете. Профессиональный успех для ребят – дело времени. У каждого своя цель, однако объединяет их одно – труд и стремление к новым победам. Поэтому эти светлые умы еще заявят о себе во всеуслышании. Мадина Исмаилова, Бахтияр Салтанов, Управда ТВ.